Знаете ли вы, что один из наиболее пугающих символов на земле не имеет никакого отношения ко злу, чему-то демоническому и мрачному? Изначально это, внимание, христианский символ, имевший вполне благоприятный оттенок. Именно поэтому его достаточно часто и с удовольствием размещали на древних христианских храмах и иконографиях. Все испортил человек по имени Элифас Левье. Живший в начале 19 века французский оккультист, знавший очень много тайных секретов. Он раскрыл миру суть этого символа, написав в своей книге учение и ритуал высшей магии следующее. Пентаграмма с двумя восходящими концами представляет сатану в виде козла на шабаши. Когда восходит один конец, это знак спасителя. Именно после этого перевернутая звезда стала ассоциироваться с дьяволом. До этого ничего плохого в ней не было. Мировая киноиндустрия, фанаты хэви-металла и всего темного и таинственного сделали все возможное, чтобы за этим символом закрепилась репутация чего-то страшного и пугающего. Но так ли это на самом деле? У мирового христианства есть страшная, самая огромная и великая тайна, о которой нельзя говорить. Однако пришло время о ней рассказать. Сегодня вы узнаете о ней и о том, какому Богу долгие годы слушат православные, католики, а также наивысшие церковные священнослужители. Приветствую вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Меня зовут Крыжановский Петр. Здесь мы говорим только правду, самую интересную и завораживающую. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и поделитесь этим видео. Пристегнитесь. Мы начинаем. Современного христианства не существует без главной ее святыни, а именно Библии Нового Завета. Все, что мы знаем о жизни и смерти сына Иосифа Плотника, Иисуса Назарянина, мы знаем лишь благодаря ей. Читая Библию, пролистывая тонкие страницы, слыша о ней, мы практически никогда не задаемся вопросом, откуда она взялась и почему она именно такая, а не какая-то другая. Ну и на этот вопрос, конечно же, есть ответ, который ведет к очень интригующим выводам. Спустя 300 лет после смерти Христа, в 4 веке нашей эры, благодаря императору Константину Великому, на Никейском соборе, где собрались все самые важные христианские священнослужители, был принят Новый Завет в том виде, в котором мы его сейчас знаем. Римская империя, во главе с римским императором, та сила, которая убила Христа и после его смерти убивала и христиан, вдруг берет шефство над бесконтрольно развивающейся религией и помогает ей стать главной в империи среди царства тысячелетнего многобожия и язычества? Да, сказал император Константин, незаконный наследник, убийца собственного сына, жаждавший власти больше всего на свете и поставил свою печать под каждым нужным документом. Ну что, дорогие мои, давайте взглянем на его печать. Что же делает главный символ сатанизма на печати человека, благодаря которому мы сейчас имеем все виды христианства, каждую его частицу? Между прочим, основанная в Вальпургиеву ночь 30 апреля 1966 года Шандором Лавеем официальная церковь сатаны, главным символом считает как раз то, что впервые мы видим на печати Константина Великого. Человека, который подарил полутора миллиардам христиан Бога. Можно предположить, что все эти дьяволопоклонники, потлатые, делающие козу, рисующие пентаграммы, те, кто создают подобные церкви, включая Шандоро Лаве, банальные позеры и клоуны, хватающие все в подряд оккультные символы. А элифос Леви, который раскрыл карты в 19 веке и назвал перевернутую пентаграмму символом сатаны, аферист и дурачок. Или можно попробовать отыскать суть и найти доказательства, попробовать разобраться в этом недоразумении. Вдруг вся христианская церковь, весь ее канон были созданы человеком, верящим в Люцифера. И вдруг даже сейчас современные католики, православные, протестанты и прочие служат не тому, кому они думают. Дело в том, что император Константин был язычником и поклонялся солнцу, как и многие в то время жители Рима и империи. Кстати, знаете, кто официально и общепризнанный ангел-хранитель Рима? И тогда, и по сей день. Держитесь. Сам Эль. Сам Эль. Яд Бог. Да-да, тот самый Сатана. Город, в котором находится обитель мирового католицизма, кстати, собор святого Петра заложил именно язычник император Константин, оберегает и сторожит. Сатана? Совпадение? Не думаю. Но вернемся к римскому императору, который поклонялся солнцу. В принципе, в поклонении солнцу нет ничего плохого. Оно согревает, дарует всем жизнь и свет. В поздней античности богом солнца был Аполлон. Ну, знаете, такой красивый, молодой, спортивный, со светлыми волосами, считавшийся олицетворением мужской красоты. Если цитировать википедию, златокудрый, сребролуки, бог света. Его прозвище Феб, лучезарный, сияющий. Это важнейшая деталь. Потому как, знаете, как на латинском звучит несущий свет? Люцифер. Речь идет о падшем ангеле, который впоследствии стал отождествляться с дьяволом, который ангел-хранитель Рима. Давайте вспомним, каким описывают дьявола. Самым красивым, соблазняющим, эталон мужской красоты. Все прям как с Аполлоном. По всей видимости, император Константин, который создал современное христианство и его канон, был закоренелым язычником и свято верил в того, кого сейчас называют Люцифером. Аполлон – бог, дарующий свет. Люцифер дословно означает несущий свет. Именно оттуда символ перевернутой пятиконечной звезды на его печати. Тот, кому он поклонялся, наверняка ввел его, позволял побеждать в страшных сражениях и дал абсолютную власть. Царем над собой имела она ангела бездным. Имя ему по-еврейски – Авадон, по-гречески – Аполлеон. Откровение святого Иоанна Богослова. Библия. Вот вам и Аполлон. На древнегреческом слово «Аполлеон» обозначает «губитель». Книга Откровения святого Иоанна Богослова – та часть Нового Завета, которая описывает конец света и все мучения грешников, появляется как раз в IV веке н.э. И как раз императором Константином вносится в каноническое Евангелие. Именно этой книгой, страхом приближения страшного суда, мировое христианство пугало сотни миллионов человек сотни лет. Именно в этой книге появляется «Аполлеон-губитель». Константин – человек, противостоящий христианству, верящий в несущего свет, возглавляет быстро растущую религию, проповедующую только хорошее прощение, любовь и мир. Зло не может этого допустить. Не может это победить, а значит, нужно это контролировать и сделать таким, чтобы служило оно старым целям. Контроль, власть, деньги, страх, ненависть с кинокомыслящим. Сейчас мы имеем именно такую церковь. В каноническое Евангелие, благодаря императору Константину, который, как мы уже поняли, был чистым люциферианцем, вошли всего четыре книги, помимо прочих добавлений. Евангелие от Луки, Марка, Матвея и Иоанна. Знаете ли вы, что есть, например, Евангелие от Петра или Откровение от Петра, Евангелие от Марии, Магдалены? Десятки книг, признающиеся другими церквями, более древними, чем православие и католицизм. Эти книги не вошли в Новый Завет благодаря человеку, у которого на печати находится пентаграмма, перевернутая верх ногами. Зачем он это делал? Да потому что в других апокрифических книгах вы увидите, что сын Иосифа Плотника и Марии Иисус из Назарета совсем иной. Насколько иной? Настолько, что все тот же император Константин положил начало истреблению орианцев, раннехристианского течения, которое утверждало, что Иисус не Бог, а человек. То есть они признавали Его, любили, ценили, но верили, что каждый из нас, простых смертных, способен на такие поступки. То есть каждый из нас может быть соткан из абсолютной любви, делать только хорошее, совершать чудеса и дарить прощение людям. Может быть освобожденным от страха, лжи и невежества. О нет! Ни император Константин, ни единая из существующих религий не может такого позволить. Любовь к маленьким мальчикам у католических священников неспроста, а у православных к огромным деньгам и разврату. Причина этому одна практически вся современная церковь. Наверное, за каким-то исключением, это церковь, поклоняющаяся Люциферу. И тому, как мы видим, есть исторические факты и доказательства. Оттуда символы на древних печатях и начертания на стенах древних храмов. Оттуда уродливые горгульи и изображения демонов на стенах церквей. Оттуда статуя распятого Христа, главного врага в каждом храме. Он всегда погибающий и страдающий на видном месте. Будто одного раза было недостаточно. А существуют ли прямые доказательства или хотя бы намеки на то, что современные христианские церкви связаны с чем-то черным и мрачным? Прямое свидетельство связи с Люцифером. Сейчас попробуем найти. Перед вами рисунок все того же Элифаса Левии. Этот рисунок называется Козел Мендеса и является самым важным и каноничным рисунком, на котором изображен дьявол. Подробно останавливаться на нем не будем. Я прошу вас обратить внимание только на кадуцей, который перед ним. Один из символов его власти, вокруг которого вьются две змеи. А вот такой же кадуцей со змеями у патриарха Кирилла и многих других православных служителей. В центре Рима находится конференц-холл, принадлежащий католической церкви. И выглядит он как голова змеи. Взгляните, насколько это невероятно и очевидно. Из уст этого змея вещает католическая церковь. На сцене этого зала находится самое жуткое изображение бога христиан Иисуса Христа. Будто нечто демоническое терзает его, не правда ли? А теперь десерт. Иезуитский храм в Вашингтоне. Кстати, нынешний папа римский Франциск как раз иезуит. Это могущественный орден внутри католицизма. Так вот, помните, как изображают и описывают Аполлона? Красивый, спортивный, светловолосый бог. Вот он перед вами. Под куполом католического храма, с очень злым взглядом. Аполлон, губитель, несущий свет, и, как видно по нимбу, несущий еще и пламя. Не очень-то он на Христа похож, не так ли? Уверен, что целью императора Константина и тех, с кем он кроил новую могущественную религию, был контроль и коверканье истинной сути христианства, которую можно подчеркнуть, наверное, только очень много изучая раннехристианские апокрифы и гностические книги. Или, быть может, эта суть покрыта пеплом истории и правду, мы уже никогда не узнаем. Если обратиться к средневековой мистической мифологии, то можно увидеть, что предлагает Люцифер заслужение ему. Деньги, богатство, власть, славу, плотские утихи. Выводы делайте сами и зрите в корень. Если вам понравилось это видео, пишите, и мы поддадим тщательному историческому и научному разбору ислам, иудаизм, буддизм, любой культ и любое социальное явление. Обязательно спуститесь вниз в комментарии и напишите, что вы думаете по поводу услышанного. Мы читаем ваши комментарии, поэтому высказывайтесь, дополняйте, советуйте, хвалите, критикуйте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поделитесь видео и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие очень интересные ролики. Меня зовут Крыжиновский Петр. Вы были на канале Нулевой Пациент. Здесь никогда не обманывают и рассказывают лишь правду. Верьте в хорошее. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok